Еще четыре года назад здесь вовсю шла переработка черных и цветных металлов. Сейчас на заводе делают сковородки и кастрюли. Повышенное внимание испытанием на прочность. Посуда из особого сплава должна выдерживать огонь, воду и стальные ложки. Такой резкий разворот от плавления чермета к выпуску кухонной утвари произошел благодаря импортозамещению, когда вырос спрос на отечественное, рассказывает Вениамину Кондратьеву. Промышленное предприятие стало первой остановкой в рабочей поездке губернатора в Армавир. У меня позиция однозначная. То есть помогать финансово, посредством фондов, которые мы создаем, различных тому бизнесу, который умеет добиваться результата. Вот и все. Еще раз подчеркиваю. Сегодня краевый бюджет – это деньги всех налогоплательщиков края. Поэтому брать ими разбрасываться не имеем права. Нужно давать или вкладывать в тех, в тот бизнес, который способен давать результат. И возвращать вложенное рабочими местами налоги. У нас очень хорошо помогло, так сказать, кредитование департамента промышленности, те программы губернаторские, которые сейчас существуют. Я бы хотел попросить обратить внимание на увеличение этих объемов программ, так сказать. Оно это дает в геометрической прогрессии, так сказать, рост. Если, конечно, это дается в те нескравы нужны. Мы этим сегодня и занимаемся. Мы максимально наполняем микрофинансирование, фонд промышленности, иные фонды. Это инструменты для вас, а для нас механизмы. Для вас инструменты еще максимально больше стать успешными, еще больше развить свою собственную экономику, своего предприятия, посредством, естественно, увеличения мощностей и избыта. А для нас это возможность нарастить в целом экономику Кубани, региона, благодаря таким, как вы. С начала года с конвейера тут сошли более 500 тысяч изделий. Сковороды из Армавира продают по всей России, в том числе в Москве, на Урале и Ростовской области. Сырье для посуды получают здесь же. Старые автомобильные диски возвращают в народное хозяйство через эту печь. Полный цикл производства позволяет снизить цену, не потеряв в качестве, и быть заводу более гибким в своем модельном ряду. Почему мы говорим про малый и средний бизнес? Пока они сегодня средние. Они очень быстро, быстро отвлекаются на спрос, который есть на рынке. И быстро его творяют. Возник запрос на блинницы. У них блинницы. На чугунки. У них чугунки. У них сковородки разных размеров. У них ассортимент. А это сегодня главное преимущество малого и среднего бизнеса. Максимально быстро отвлекаться на спрос рынка. И вот сегодня в этом для нас приоритет. Малый и средний бизнес. За счет льготных кредитов по региональной программе развития промышленности здесь планируют вдвое увеличить объемы производства. Дешевые займы, как глоток свежего воздуха и на другом предприятии. На мебельной фабрике начали строить новый цех и склад. Компания входит в пятерку ведущих в России по выпуску столешниц. Высокоточное оборудование позволяет выполнять сложнейшие задачи. Оборудование, которое производит весь комплекс работ, от фрезеровки до пасформирования нанесения клеевой основы и капли отбойника, полностью оно производит всю линейку. Завод является не только изготовителем кухонь, столешницы, стеновых панелей, но и своего рода донором для других предприятий, рассказывают главе региона. Из армавирских комплектующих на сторонних производствах выпускают уже собственную мебель. Изделия фабрики можно встретить и в новостройках по всей Кубани. Было бы неплохо, если компания вышла бы на полный цикл производства, заметил губернатор. Краевые власти готовы в этом помочь. Если он является сателлитом у строительного бизнеса, то почему бы у него в крае не появился тоже сателлит, который максимально для него делает ДСП? И иные комплектующие. И если мы это все постараемся увязать в один комплекс, то мы максимально выиграем. Мы находимся на территории практически завода ДСП, которая производилась в Советском Союзе в городе Армавир. И он здесь тоже оказался не просто так с этой продукцией. Давайте посчитаем. Если есть возможность, есть экономика в том, чтобы он сам для себя производил ДСП для собственных нужд, а может быть и в целом шагет на рынок, то этим нужно воспользоваться. А самое главное, еще раз подчеркну, для меня важно понимать, что его продукция, спрос, зависит от покупательской способности и на жилье, и на квартиры, но естественно и как следствие на кухне. Еще одно место, куда губернатор отправился во время рабочего визита – новый спортивный центр. Он открылся меньше месяца назад. Построить зал для подготовки гимнастов Вениамина Кондратьева в прошлом году просили армавирские спортсмены. Сейчас здесь занимаются больше 200 детей. Вениамин Кондратьев пообщался с ребятами и узнал, все ли им здесь нравится. Вы, наверное, с удовольствием здесь, я уверен, занимаетесь. Вам нравится заниматься? Да! Вы знаете, а вот вы, когда школа заканчивается, уроки, вы с радостью бежите сюда? Да! Это самое главное. Знаете, когда есть огромное желание заниматься тем, что тебе нравится, то, что ты любишь, тогда на самом деле в жизни получаются большие результаты. Неважно, станете ли вы олимпийскими чемпионами, призерами различного уровня соревнований, вы уже будете хорошими людьми. Потому что ощущение того, что вы нужны, должно быть не на словах, а на деле. А вы нам нужны, вот такие девчонки и мальчишки. И мы сдаем условия, все условия, насколько сегодня максимально стараемся, чтобы вы этими успешными встали. В Армавире губернатор уже не в первый раз. Все это время Вениамин Кондратьев обязательно встречался с местными жителями. Так и в этот раз в Доме культуры нет свободных мест. В зале почти 600 человек. Для людей это возможность напрямую задать вопросы главе региона. Наболевшая проблема – расширение существующего онкологического диспансера. Несколько лет назад для этого в краевую собственность передали здание бывшей железнодорожной больницы. Но никаких работ так и не начали. Если это развалится, то мы никогда тогда полноценную онкологию здесь не восстановим. Проблема действительно актуальна. Я думаю, Вениаминович, без принятия решения вами лично вряд ли мы эту проблему как-то осилим. Ну, то, что проблема есть, я услышал. И то, что ее надо решать, это безусловно, как и в Краснодаре тоже. То есть мы сегодня, слава Богу, приступили к проектированию нового краевого онкологического центра, современнейшего. Теперь, что касается Армавира, вот этого здания. То есть здесь надо нам понимать. Глава говорит, его надо сносить. Кто-то говорит, да нет, зачем его сносить, его нужно отремонтировать. Протокол поручения заносить и Департаменту построительства обеспечить совместно с Министерством здравоохранения. Проведение экспертизы на дальнейшую возможность эксплуатации этого здания по цели онкологического диспансера. И дальше мы будем понимать, если это здание, к сожалению, уже все, время ушло, как говорится. Ну, коллеги-то надо признать, время ушло, но решение должно быть. Много вопросов из зала про создание новых производственных мощностей. Армавир, по сути, промышленный центр Кубани. И для дальнейшего развития городу нужны свободные территории. Часть земель есть в соседних районах, но технопарки, которые могут на них появиться, обратил внимание губернатор, должны принести экономический эффект не только для Армавира, но и всей территории в целом. Создание технопарков, это было бы очень оптимально. Есть территории Новокубанского, Успенского района, которые приграничены с нами, которые могли бы идеально войти в структуру, в урбанизацию города Армавира и дать как промышленное развитие, как социальное развитие. Это, конечно, не в ущерб нашим соседям. Для них это тоже было бы удобно. Что касается территории, вы говорите, промзона, которая находится сейчас для вас выгодно, но на территории Успенского района. Давайте совместно рассмотрим вопрос с Успенским районом, чтобы была совместная промышленная, мощная, индустриальная зона и Армавира, и Успенки. И хватит и вам, и им. Главное, чтобы она была без всяких ограничений. Очень серьезная инфраструктура, а даже вот с инфраструктурой мы вам поможем. Подобные амбициозные проекты, конечно, невозможны без развития инфраструктуры, в частности, дорог. К тому же много обращений жителей Армавира касаются жилищно-коммунального хозяйства. Дорожный фонд Краснодарского края в этом году составил практически 35 миллиардов рублей. Вениамин Кондратьев посоветовал не экономить на магистралях одного из крупнейших городов региона. Дороги Армавира. То есть, если мы выделяем, по большому счету, в этом году 10 миллиардов рублей на муниципальное образование, то в прошлом году, мне важно, и в этом году, сколько было выделено Армавира? В 179 в прошлом, в 100 в этом. Это только на ремонт уличной дорожной сети и по краевой программе. Армавир нуждается в хороших и качественных дорогах. Поэтому давайте так, не меньше 200 миллионов поручения забейте. Друзья, не надо хлопать. Это минимум. Чтобы дороги были хорошие, нужен максимум. А вот максимум будем смотреть по финансовым результатам года. По финансовым результатам года. Поэтому, но не меньше 200 миллионов ежегодно Армавиру выделяют для того, чтобы на самом деле проблему, проблему качества дорог и тротуаров, кстати, и тротуаров. Все-таки мы закрыли. Согласно стратегии развития края, на ближайшие 10 лет Армавир должен стать центром восточной экономической зоны. И для этого у города есть все ресурсы. Несмотря на свой промышленный упор, экономика весьма разнообразна, что дает серьезный запас прочности. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.